Изюминкой дней Республики Крым в Совете Федерации стала эта выставка. На стендах знаменитое крымское вино и шампанское, лечебная косметика на основе грязи Сакского озера, фотоальбомы и фильмы о красотах полуострова. Своё место нашлось даже древним окаменелостям, аммонитам. Им больше 150 миллионов лет. Настроение гостям выставки поднимали звонкие песни в исполнении крымских коллективов и ставшие визитной карточкой курортной Евпатории живые скульптуры. Однако крымские власти хвалились не только этим. На заседании Совета Федерации выступил глава Крыма Сергей Аксёнов. Он рассказал о ближайших достижениях и очертил план работы на пятилетку. В приоритете решение проблем генерации электроэнергии, водоснабжения, транспортной сферы. Как отметил Аксёнов, Крым на эти цели получит столько денег, сколько не получал за весь украинский период. Запланировано выделить на этот период более 657 миллиардов рублей, что позволит при рациональном использовании решить практически все вопросы социально-экономического характера, которые стоят на сегодняшний день перед республикой. Аксёнов говорил о модернизации в социальных структурах. За год отремонтировано 78 детсадов и почти 300 школ. На 20% сократились очереди в детские сады. Ожидается, что и в 2015-м показатели не изменятся. Промышленная отрасль тоже показала рост. В первую очередь это увеличение добычи природного газа. На полуострове пробурены четыре дополнительных скважины. Так что недостатка в голубом топливе у крымчан не будет. Решение водных проблем также сдвинулось с места. Хочу выразить отдельно благодарность Министерству обороны, Министру личной обороны Сергею Кужгетовичу Шойгу, поскольку Министерство обороны и в мирное время сегодня оказывает содействие. Вот сегодня батальоны, которые занимаются хозяйственной деятельностью, в том числе прокладывают трубы, которые позволят подать 100 тысяч кубометров в Северокрымский канал, обеспечить водой Керчь, Феодосию, Судак. До 10 апреля эта работа будет завершена. Самый ожидаемый крымчанами и жителями всей России проект строительство перехода через Керченский пролив уже реализуется. В этом году появится городок и будет нанято до 500 рабочих. В апреле пройдет экспертиза проектов прокладки высоковольтного кабеля из Краснодарского края в Крым. Вчера на совещании в правительстве у Дмитрия Николаевича Казака те вопросы были обсуждены, деньги в бюджете будут заложены на эти цели около 14 миллиардов рублей. С электроэнергии на полуострове тоже все будет хорошо. Сергей Аксенов отчитался о том, что нашлись инвесторы, которые реконструируют существующие ТЭС, а новая появится в Симферополе. Чтобы подтянуть экономическую ситуацию на полуострове, Совет Министров Республики разработал антикризисный план. Он в частности предусматривает частичное возмещение процентных ставок, снижение административного давления на субъекты хозяйствования, возмещение частей затрат на реализацию проектов в важных для Республики отраслях. Особое внимание в Совете Министров уделят инвесторам. За каждым будет закреплен профильный министр. Кстати, есть уже 250 проектов, в том числе из Турции и Китая. Большой комплекс частных инвесторов, в основном это российские инвесторы, которые уже начали работать в нашей Республике и уже начали инвестировать в средства. В этом году мы получим первый результат, он скажется на росте валового регионального продукта. Иностранные инвесторы, нужно иметь в виду, что их у нас никогда в Крыму не было. До референдума. Сейчас они, как кот возле сметаны, ходят возле Крыма. Так сказать, все им интересно, везде они хотят участвовать. Члены крымской делегации поделились новыми наработками для развития на полуострове сельского хозяйства. Созданный фонд микрофинансирования предпринимательства и гарантийный фонд поддержки предпринимательства. Они уже дают льготные кредиты и государственные поручительства и гарантии. А еще наше правительство ратует за возрождение былой славы крымского виноградарства и садоводства. Первым делом для этого попросили принять федеральный закон о виноградарстве и виноделии, который бы учитывал крымскую специфику. Светлана Квитко, Служба новостей и ТВ.